Доброе утро! Программа «Утренний экспресс» на ваших экранах. 16 июня, вторник сегодня. Мы вас приветствуем и напоминаем, что финансовая грамотность важна в любом возрасте и в любое время суток. В любой период, даже в пандемии, я скажу. Мы рады приветствовать в нашей студии Елену Овсянникову, директора регионального центра финансовой грамотности Титловской области. Елена Юрьевна, здравствуйте! Доброе утро! Как дела-то вообще? Давно не виделись? Ну, дела, как у всех, мы перестраиваемся, переходим в онлайн-формат. И, конечно, я хочу рассказать о том мероприятии, которое мы начали с 1 июня в День защиты детей. Уж не о том ли фестивале-конкурсе? Именно о нем. Рассказывайте. Значит, смотрите, с 1 июня по 8 июля, то есть это вот сейчас период, когда фестиваль проходит, мы организовали фестиваль, который назвали «Финансы, творчество, семья». Ну, здесь сам выбор периода символичен. День защиты детей открывает, а в День любви, семьи и верности будет закрытие фестиваля. Конечно, мы надеялись, что мы перейдем, начнем в онлайн-формате, завершим в оффлайн-формате. Ну, не знаю, как у нас это получится. Ну, да. Мы пока все ожидаем, но давайте, кто может участие принять? Разберемся в самом начале. И могут ли еще? Конечно, мы очень ждем наших участников со всех регионов Свердловской области, но более того, наш фестиваль открыт для жителей России. И я хочу сказать, что у нас уже есть участники с Башкортостана, с Уфы, то есть наиболее такой активный формат конкурсов, который у нас там будет представлен, это конкурс рисунков, и вот там наибольшее количество пока участников. Ну, а возраст участников каков? Возраст, в принципе, не ограничен. То есть начиная от самых маленьких, фестиваль семейный, вот пока родители сидят с детишками дома, у них есть возможность, побывав на наших площадках, заодно и начинать разговор с детьми по финансовой грамотности. Через рисунки, через участие в других конкурсах. Вот меня как раз это больше всего удивило, что вы проводите конкурс про финансовую грамотность, а там можно и... Открытку нарисовать, и плакат. И станцевать, даже и спеть. Расскажите подробнее про вот эти все форматы. У нас пять площадок. Первая площадка, она самая серьезная, она практически не конкурсная, она представлена экспертами, и она называется консультационная. Я очень рекомендую всем зайти, потому что мы собрали на данной площадке в одном месте экспертные советы от специалистов из Центрального банка, Министерства финансов, Роспотребнадзора, наших экспертов с Регионального центра финансовой грамотности, юридическая клиника УРГО в день 1 июня, она специально подобрала материалы, связанные с юридической, правовой и финансовой защитой детей, родителей. То есть вот эти вопросы, еще раз говорю, они очень важны нам в повседневной жизни. То есть это серьезная такая площадка. И есть четыре площадки конкурсные. Творческие. Творческие. Туда мы приглашаем в том числе и вас к участию. Первая площадка, я уже сказала, это площадка, связанная с созданием такой виртуальной арт-галереи по финансовой грамотности. Это конкурс рисунков, которые мы разбили по ряду залов виртуальных и, соответственно, приглашаем там поучаствовать. Вот танцевальная площадка. Это танцуем и учимся. Здесь два в одном конкурс есть для всех творческих людей, потому что мы предлагаем на аудиозапись переделанной финской польки, а слова в ней полностью все финансовые, придумать какие-то супердвижения и запустить такой челлендж танцевальный. Нужно как-то еще дополнительно, не знаю, костюм в виде рубля? Вот это вот уже ваше творчество, здесь уже не ограничено, поэтому мы ждем любые. У нас есть Евровидение в этом году, как бы отменили. Слетело. Да, мы сделали финансовидение. Так, это что? А здесь у вас есть возможность... Песня, верно. Да, выбрать какой-то музыкальный стиль, переделать финансовые, может быть, какие-то советы на такой песенный лад и представить, пока у нас лидируют частушки. Понятно. Деньги, 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 тугрики, франки, фунты, стерлинги, да. Мани, 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 мани. Вот видите, вы можете уже записать и стать следующими конкурсантами. Просто сейчас все в онлайн-формате. Это какие-то мини-ролики, которые куда-то загружаются, да? Получается, любой сейчас желающий, кто хочет принять участие, может этот ролик записать, и любой желающий может посмотреть уже те работы, которые есть. Да. Есть ролики, есть конкурс финансовых лайфхаков. Это небольшая сэ, и у нас уже есть такие советы. Лучшие советы мы потом соберем и, скажем так, визуализируем и опубликуем, для того, чтобы мы могли... И здесь у нас девиз такой, что поделись лайфхаком, и польза будет всем. То есть, поэтому, если у вас есть какие-то тайные и интересные моменты, как сэкономить или как правильно планировать... Ой, сейчас я думаю, что это очень актуально. Сейчас этих советов будет больше. Да, мы ждем и приглашаем всех для того, чтобы поучаствовали. А призы-то и награды какие? Без этого никуда. Ни один ввод в врус не находится. Да, призы и награды у нас обязательно предусмотрены. Но, во-первых, каждый участник получит сертификат. Это его документ, что он был участником. Победители получат призы от регионального центра финансовой грамотности. Здесь есть, ну, у нас будут разнообразные форматы полезные. Это и планинги, это и флешки, это и, скажем так, те, кто у нас там отличится, может быть, в каких-то лайфхаках, это могут быть и часы РЦФГ, ну, такие, скажем так, брендированные. Ну, и есть еще ряд призов, которые мы пока не озвучиваем. Спасибо вам большое. Но, на самом деле, друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их задать организаторам конкурса фестиваля, написав письмо на почту. Сейчас вы ее увидите внизу нашего экрана. Ну, а мы благодарим Елену Юрьевну Овсяникову, директор регионального центра финансовой грамотности Свердловской области. Спасибо вам большое. Спасибо. И хорошего вам дня. Да, давайте вместе все с конкурсом будем понимать, как финансами вообще обходиться, как их зарабатывать, как их сохранять. Это сейчас, наверное, самое актуальное.